А и правда, крылатым грунтом не нужно. Земли нет, то будет небо. Жизнь коротка, искусство вечно, любил повторять великий актёр Богдан Ступко. Рано утром, 22 июля, его не стало. До своего 71-го дня рождения легендарный украинец не дожил всего месяц. И после себя оставил то самое бессмертное искусство. Богдан Сильвестрович сыграл почти в двух сотнях фильмов и пьес. Его приглашали на главные роли отечественные, российские и европейские режиссёры. А те, кто был с ним знаком, уверяют, Ступко был не только неподражаемым актёром, но и замечательным человеком. Запорожский актёр Дмитрий Московцев вспоминает, с Богданом Ступкой познакомились на съёмках фильма «Тарас Бульба». Там ему в образе казака Долбыша посчастливилось сыграть с исполнителем главной роли в ярком эпизоде. И хоть по сценарию «Тарасу Бульба» падал в ноги еврей Янкель, в реальности, признаётся актёр, перед гениальным Богданом Ступкой преклонялись все участники фильма. «Таких панов ещё никогда не было на свете, ей-богу, никогда! Таких вот храбрых, смелых, добрых панов ещё никогда не было, ей-богу, никогда!» «Для меня это был мастер-класс, я наблюдал за ним, как он работает. Владимир Владимирович Бортко сказал, что он меня выбирает на эпизодическую роль, этого одноглазого Долбыша. И он сказал такую фразу «всё, будешь играть со Ступкой». Для меня это, конечно, были дорогие слова». Легендарного Богдана Ступку с Хортицей связывают не только съёмки фильма. Здесь он бывал в качестве министра культуры, помогал в строительстве Запорожской сечи. На Хортицкой земле в его честь посадят дерево. Так друзья и коллеги увековечат память великого актёра.